Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня речь пойдет о материнском капитале. Хорошая новость для семьи. В законодательство внесены изменения, благодаря которым право на капитал будут предоставляться не только на второго ребенка, но и на первого. Об этом изменении и о ряде важных других мы поговорим с управляющим отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области Геннадием Пашиным. Здравствуйте! Здравствуйте! Наверное, это самое обсуждаемое новшество. Расскажите, при каких условиях теперь предоставляются материнские капиталы и какова его сумма? Хочу отметить, что программа «Материнский семейный капитал» как государственная программа, она начала действовать с 1 января 2007 года. И идет такая вот динамика развития этой программы. И в послании президента Федеральному собранию отметил, что необходимо все-таки уже принять решение о предоставлении материнского семейного капитала семьям, у которых родился первый ребенок, начиная с 1 января 2020 года. Вот на сегодняшний день законодатели, необходимую законодательную базу сформировали. Закон об изменениях материнский семейный капитал принят. И действительно, сейчас с 1 января 2020 года и далее родиться в семье первый ребенок, имеет право на получение материнского сертификата на материнский семейный капитал и далее право использовать этот материнский семейный капитал по тем направлениям, которые определены в законодательстве. Какова его сумма? Сумма материнского семейного капитала при рождении первого ребенка – это 466 тысяч рублей. Что касается второго ребенка, то есть если на первого такая сумма, то плюс сколько прибавляют? Здесь несколько случаев. То есть если до 1 января 2020 года у семьи было право на материнский семейный капитал, сертификат у них на руках, они могут распоряжаться средствами материнского семейного капитала, в этом случае ничего не меняется. Делать с того законодательства до 1 января 2020 года. Теперь мы рассматриваем ситуацию с 2020 года. Если в семье был уже ребенок, рождается второй с 1 января 2020 года, то материнский семейный капитал с 466 тысяч рублей увеличивается до 616 тысяч рублей, то есть повышается на 150 тысяч рублей. Вот эта особенность, она есть, ее надо иметь в виду. Мы тоже, когда будем знать превращение семьи за сертификатом, какой у нее рождается по очередности ребенка, первый или второй. Если второй, значит мы тогда уже увеличенный размер материнского капитала будем выделять от этой семьи. Получается, изменения затронули и права семьи, у которых двое детей, для них размер капитала существенно увеличивается. А до какого времени будет действовать данная программа? Ну, в соответствии с этим законодательством, принято решение о продлении этой программы по 31 декабря 2026 года. То есть в 2026 году программа заканчивает, так сказать, свой временной промежуток. Но может быть принято решение о продлении. Итак, в семье появился ребенок, родители узнали, что имеют право на материнский капитал, когда и как можно оформить сертификат? Принятое законодательство несколько упрощает процедуру направления заявления в органы пенсионного фонда на представление материнского семейного капитала. Ранее мы уже отказались от бумажного вида сертификата, его можно получить и в электронном виде, не обязательно иметь на бумаге. С 15 апреля мы уже будем не принимать заявления от граждан, а принимать решения на основании тех данных, которые есть в федеральных информационных системах. Это федеральная система ЗАГС, это наши все системы, связанные с учетом социальных пособий нашим гражданам, где фигурируют дети. Исходя из этих баз, в течение пяти дней, как только ребенок будет зарегистрирован в органах ЗАГСа, мы должны будем принять соответствующее решение о праве этой семьи на получение материнского семейного сертификата. И в электронном виде он будет уже сформирован. Чтобы семьям не ходить за этими решениями, мы их будем в личном кабинете каждой семьи размещать. Конечно, пользуясь случаем, хочется обратиться ко всем мамам или усыновителям, чтобы они в ближайшее время все-таки зарегистрировались на портале государственных услуг. Тем самым у них будет возможность получать все виды государственных услуг не только по линии пенсионного фонда, но и по другим ведомствам, именно не заходя в территориальные органы этих учреждений. Потому что сервисы сегодня работают нормально, работоспособность у них высокая. Зарегистрироваться можно как в территориальных органах пенсионного фонда, так же, как и в МФЦ. Поэтому просьба большая, чтобы не создавать и очередности в территориальных органах пенсионного фонда, но в функциональных центрах. Все, что связано с использованием средств материнского капитала, работать вот через электронный сервис. И сегодня мы к этому готовы. То есть, если в семье родился второй ребенок, не обязательно идти за сердцем с подгадом. Даже если первый и второй, да. То есть, это мы уже все в электронном виде информацию все будет готовы. Если говорить об использовании материнского капитала, изменились какие-то способы расходования? У нас на право средства материнского семейного капитала направляются на пять видов. Это улучшение жилищных условий граждан, это обучение детей в различных учебных заведениях, это формирование накопительной пенсии мамы, это использование средств на реабилитацию детей инвалидов и на единовременные выплаты семьям, у которых средний душевой доход на каждого члена семьи, менее двух прожиточных минимумов, установленных в Рязанской области. Вот эти направления есть. Единственное новшество на улучшение жилищных условий сегодня разрешено направлять денежные средства на строительство домов на дачных участках. Раньше это было запрещено, но здесь должно быть выполнено два условия. Во-первых, земельный участок должен быть в собственности этой семьи. Второе, это должно быть на руках разрешение на строительство этого дома именно на этом участке. При этих двух условиях мы можем направить денежные средства на строительство дома на дачном участке. Также законодательство сегодня отменило необходимость нотариально заверять доли приобретаемой жилье, заверенной нотариусом. Это значит, что уже обязательство прописано в законе, и семья, как только они оформляют квартиру в собственности, должна в обязательном порядке распределить площадь этой квартиры в равных долях на каждого члена семьи. Что касается ежемесячных выплат, в 2020 году они будут предоставляться? Да, ежемесячные выплаты сохранены для семей, в которых родится в 2020 году, второй ребенок. И, ну, несколько поменялись условия представления этой ежемесячной выплаты. Если раньше необходимо было полтора минимальных прожиточных минимума на каждую члена семьи в виде дохода, то сегодня это условие доведено до двух прожиточных минимумов каждого члена семьи, и при таких условиях они имеют право на получение вот этой ежемесячной денежной выплаты. Сегодня у нас в области двухкратный прожиточный минимум составляет 22 тысячи. Соответственно, ежемесячный денежный выплат может быть назначен чуть более 10 тысяч рублей. Небольшое количество семей пользуется этим направлением, используем денег, потому что все-таки основное направление идет на улучшение жилищных условий. Если средства материнского капитала еще остались после использования, после расходования, на что еще можно их потратить? На обучение детей? Ну, их можно направить, я уже отмечал, и на обучение детей, их можно направить и на формирование накопительной пенсии мамы. То есть материнский семейный капитал, сама сумма, она может разбиваться с семьей на различные виды вот этих расходов. Часть на такие расходы, часть на другие и так далее. Если они какую-то сумму не использовали в этом году, они могут использовать ее в следующие годы, и их остаток всегда будет индексироваться на 1 января следующего года. Покупательская способность этих денег не теряется, и у семьи есть возможность всегда уточнять свои материальные затраты. Каковы на сегодняшний день результаты действия программы материнского капитала в Рязанской области? Ну, хочу отметить, что вот с начала действия этой программы у нас родилось почти 70 тысяч вторых и последующих детей. Соответственно, за сертификатами обратились где-то порядка 63 тысяч. То есть это говорит о том, что некоторые семьи не спешат за сертификатом. В принципе, здесь ничего страшного нет. Использовать денежные средства по материнскому семейному капиталу можно до исполнения детям 23 лет. Вот такой временной период он большой. Более 17 миллиардов рублей мы уже по этому направлению направили нашим семьям. Ну, я уже отмечал, что основная доля из этих денег более 15 миллиардов. Это направлено на улучшение жилищных условий. Как через ипотечное кредитование, так и на строительство жилья собственными силами. Что касается третьего ребенка, здесь какова ситуация? На него пока не выделяется материнский капитал. На третьего ребенка здесь может быть ситуация, она может быть учтена. В смысле, если в семье до 1 января 2007 года было двое детей, и после 1 января 2020 в семье появился третий ребенок или усыновленный третий ребенок, тогда у нее право на получение материнско-семейного сертификата есть в объеме 616 тысяч рублей. И у нас также в регионе действует региональный материнский семейный капитал. Он через органы социальной защиты представляется семьям, у которых родился третий ребенок. Поэтому в семье, в которых родился третий ребенок, можно обращаться в территориальный орган социальной защиты населения. И лучше подавать все-таки электронную заявку? Ну, во-первых, меньше тратится времени, и это надежно, и, естественно, это удобно. Поэтому я надеюсь, что у нас в основном, конечно, рожают уже, так сказать, мамочки в таком более молодом возрасте, которые на «ты», можно сказать, с электронными сервисами. И потому такой вид общения с нами им тоже наладить несложно, и мы будем на этом только рады. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова